архитектурный патруль жилом комплексе одиссей это проблемный новострой который очень долго строился и наконец-то сдался в 2010 году и что мы сейчас имеем грязь строительный мусор здесь остался много всякой воды они валяются и по-прежнему строительный забор с решеткой такой как будто это либо кладбище либо тюрьма идем посмотрим что внутри турный патруль и у вас вход скажите вот это вход спасибо большое кстати очень смотрите удобная удобные ворота можно даже заехать сюда с коляской с ребенком он инвалидно не получится потому что там память неудачный ну не было никакой зашли мы очень спокойно очень приветливый охранник здоровается круто смотрим на сам дом дом кажется грязным это судя по всему водосточная труба ну вернее она здесь исполняет функцию водосточной на самом деле вот такие трубы применяются внутри дома в коммуникациях для водопровода но даже если это водосточная труба и отсюда идет сток ливневых вод то почему она вот это вот все должно плескаться можно было бы уже довести ее до конца и сделать настоящий сток воды ну вообще-то пандус сделан относительно неплохо немножко крутой подъем но при этом плюс в том что есть поручень предназначенный именно для людей на инвалидной коляске потому что он должен быть ниже чем верхний поручень а это опять труба которая опять же должна быть спрятана в стенах я не сильно понимаю вообще что она здесь делает но кроме как то что это доска для объявлений обслуживает здесь кто у снд или компания который установил застройщик управляющая компания близко к они относятся к этому дому ухаживать не за отвратительно отвратительно как они реагируют на проблемы как-никак мы сами озеленяем мы сами вот собираем свой как бы фонд просим сму чтобы нам деревья посадили юсами вот собирали розы мы садили инициативная группа вот просто жильцов чтобы хоть как-то облагородить свой как говорится двор у нас еще по балконам идут вот если можете увидеть по балконам у нас точно такие же трубы идут в квартирах я имею ввиду посередине двора располагается детская площадка но каких-то элементов детской площадке тут крайне мало всего лишь несколько развлекательных элементов внизу которых нету никакого резинового покрытия посередине даже не газона просто земля и несчастные какие-то три несчастные елки и пару скамеек скамейки скамеечки на самом деле очень простые можно сказать даже неплохие такая себе бюджетная версия ну вот я сижу и понимаю что вокруг меня автомобили и нету заборчика который бы ограждал детей от машин цокольный этаж выглядит особенно грязным и разбитым тут вот нет кусочка плитки потому что эта плитка посыпалась вот сюда и что-то никто не спешит ее сюда обратно клеить и еще две трубы просто восхитительное расположение этих труб металлические были когда-то сейчас они просто ржавые у меня есть вариации что это ну навряд ли это сток ливневых вод потому что для стока ливневых вод у нас использованы канализационные трубы это ну знаете из резряда почему бы если что новостроение перенестись в другое место как это на автомобилях выхлопные трубы так и здесь если что уже переехал а это просто гениальнейший фанас по которому в принципе даже ногами подниматься это опасно но зато трубы как следует все по дбн кроме подъема здесь почему-то решили что можно оставить вот так вот доски и не выбросить их но во вторых вот тут вот просто испорчена целостность фасада хотя чем я говорю какое какая целостность тут два фасада грязный дом epic fail и вверх строительной тупости это разместить вот на такой вот высоте сток ливневых вод с другой стороны если ну например будет лить дождь а у вас нету как всегда в крайне воды то можно принять душ и здесь подъезд вроде бы в светлых тонах но на самом деле тут безумно темпу что освещение не хватает очень грязные стены вот тут судя по всему должен был быть консьерж которого нету домовые датчики все закрыты здесь еще более грязно возле лифтов но есть фишка которую я вижу впервые вообще просто бомба я считаю изюминка всего дома табличка пассажирский и там еще грузовой строительный материал нужно возить в грузовом лифте а тут по идее катаются люди обычные пассажиры и вот они почему-то должны смотреть на вот это дурацкое дешевое дсп лифт тоже кстати очень дешевый могилёв лифт маш и с ним какая-то явная проблема покатаемся он реально не работает но просто даже дверь не закрывается они вот закрылась какой перегруз мы в грузовом лифте ну что кто тут у нас так ничего не нажимается ой куда-то мы поехали кстати ли едет он достаточно мягко приехали мы на 3 дверь не открывается стоим тут есть сенсор вот они даже от мигают когда вот я провожу рукой вот и ручку убрала вот и ручку поставила сенсоры есть но все это вообще на хрен никому не надо если это лифт не работает и тут нет кнопки с помощью которой мы бы вызвали этот лифт и что самое интересное мы оказались на третьем этаже но я даже не нажимала кнопку 3 ну в принципе лифт не работает так можно хотя бы на роликах покататься а а в детстве я кстати очень любила кататься на тачку это было просто главное развлечение у бабушки в селе этот подъезд возвращает нас в прекрасное детство в прошлое на удивление тут хотя бы есть пожарный ящик и в котором внутри есть пожарные рукава причем отсюда вижу что они очень такие новенькие свеженькие то есть закупили все классно и даже вот там пломбировано есть надежда что это было сделано какой-то специализированной пожарной организацией но это надежда очень слабенькая потому что если бы это действительно было сделано профессионально то тут еще стояла отметка когда этот пожарный ящик проверили а все дымовые датчики закрыты красной планкой здоровье пожарные подъезды тоже на самом деле все просто сверх грязные ну единственное что предлагаю сделать в своем конце это написать здесь бог и еще нюанс вся пожарная лестница она вот в таких цементных потеках которые прямо присосались в эти ступеньки и нюанс в том что во время пожара вы будете именно об этом спотыкаться вот это вот вот-вот пожалуйста легко и вот это вот об этом кстати на потолке я тоже вижу там есть подтеки и конечно же пожалуйста трещины 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 везде дом был проблемным на самом деле проблемным он и остался потому что за ним никто не ухаживает и застройщик абсолютно не выполнил никаких своих условий обещали паркинг паркинга нет в конечном итоге автомобили паркуются вот тут во дворе загромождая территорию обещали панорамные окна им до панорамным еще панорамить и панорамить ну и самый главный пункт это то что здесь квадратные метры продавались по 1200 условных единиц вот здесь вот в этом доме и тогда он еще был не построен сейчас к сожалению я бы оценила здесь квадратный метр разве что долларов в 700 за квадратный метр это просто эпик фэйл а с другой стороны людям которые собирается покупать недвижимость это прекрасный урок вы сначала проверьте что за строительная компания четко проверяйте как идет строительство и тогда вы будете понимать стоит ли вкладывать деньги но в этом районе за 1200 и до встречи хорошо что никто не покалечен а